всем огромный привет добро пожаловать на мой кулинарный канал сегодня мы с вами готовим вкуснейший наполеон для новогоднего стола но не обычный наполеон а закусочный мы с алексеем уже попробовали его на нашему банк канале это безумное вкуснятина рекомендуем проверено малышками лично ссылочку на наш мог банк канал оставим вам внизу в описании под этим видео переходите дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами кто еще не знаком с нашим семейным каналом ссылочку оставляем также внизу в описании под этим видео переходите знакомьтесь добро пожаловать будем рады видеть каждого из вас ну а сейчас оставайтесь со мной мы с вами приготовим вкуснейший закусочный торт наполеон мы начинаем чтобы приготовить вкусный закусочный наполеон нам потребуется 500 грамм тесто здесь у меня бездрожжевое слоеное тесто 500 грамм из этого теста нам необходимо раскатать и выпечь 9 коржей диаметром 20 сантиметров то есть каждый корж у нас получится 55 56 грамм вот такая примерно пластиночка получается у меня 56 грамм смотрите тесто все сложили в прослойках у нас вот такой полиэтилен чтобы не прилипало тесто очень удобно тесто у меня покупное можно конечно приготовить самим но сегодня у меня покупное тесто вот таким образом сейчас разделю на 9 равных кусочков наше тесто затем буду раскатывать диаметром 20 сантиметров и так друзья разделила на 9 равных частей наше тесто теперь берем одну часть и будем раскатывать корж диаметром 20 сантиметров вот так значит я формирую кола бочек при необходимости будем подпылять мукой так подпыляем мукой и раскатываем все друзья померилась сейчас при помощи измерительной ленты кожу меня получился ровно 20 сантиметров посмотрите дальше берем противень противень застилаем пергаментной бумагой и перекладываем наш корж аккуратно в уголок вот так выпекать будем по два коржа потому что вот с этой стороны поместится еще один корж духовку заранее прогреваем до 200 градусов пока убираю этот корж в сторону раскатаю второй корж точно таким же способом диаметром 20 сантиметров раскатываем второй корж второй корж я раскатала и вот так по диагонали укладываю рядом с первым коржом все жду когда прогреется духовка пока буду рассказывать следующие коржи и формировать их укладывать на другой противень вот такая красота получается выпекаем заранее разогретой духовке до 200 градусов примерно 5-7 минут смотрите следите за коржами как только они начали покрываться румяной корочкой сразу вынимайте долго выпекать коржи эти не нужно потому что они довольно тоненькие итак друзья первые два коржа я выпекла посмотрите как они надулись потому что тесто у меня слоеное вот до такого состояния выпекаю коржи их пока оставляю остывать когда они остынут они будут очень-очень ломкими и хрустящими поэтому до их остывания я слегка их приминаю вот так опускают то что вздулась и отправляю в духовку вторую партию коржей я уже все тесто раскатала разложила вокруг стола поэтому сейчас только буду отправлять в духовку по очереди по два коржа выпекать дожидаться когда выпекутся полностью все коржи чуть позже мы с вами будем готовить начинку и покажу как будем собирать наш торт тем временем на противень уложила следующую партию коржей и отправляю в духовку таким образом поступаем со всеми коржами пока они не закончатся их напоминаю у нас 9 итак друзья все коржи я выпекла все оставляем их до полного остывания тем временем с вами пока займемся начинкой и так для начинки нам потребуется две небольшие морковки общим весом 180 грамм одна крупная луковица или две небольшие моя луковица получилось весом 225 грамм 3 яйца с нулевые 100 грамм сыра твердых сортов зелень по вкусу можно взять укроп мы у меня петрушка здесь порядка 75 грамм также нам потребуются две банки консервированной рыбы это может быть горбуша скумбрия в моем случае это тунец рыбы нам потребуются две банки общий вес рыбы 320 грамм кстати можно также консервированную рыбу заменить на запеченную рыбу например красную рыбку если вы запечете в этот рецепт она пойдет идеально соответственно если рыбу вы будете запекать то из нее нужно будет извлечь впоследствии все косточки и оставить только филе также нам потребуется майонез по вкусу соль черный перец по вкусу и 2 зубчика чеснока чеснок у меня достаточно такой крупный для начала нам необходимо отварить яйца яйца помещаю в сотейник с холодной водой так чтобы яйца были полностью покрыты водой отправляю одну чайную ложку соли это делается для того чтобы яйца не потрескались даже если они потрескаются малой вероятности того что содержимое яиц вытечет наружу все отправляю на газ на максимальный огонь как только закипит вода газ уменьшит до среднего при постоянном кипении буду варить яйца в течение 10 минут после чего яйца сразу необходимо поместить в холодную воду тем временем пока у нас варятся яйца мы нарежем с вами лук лук необходимо нарезать мелким кубиком как на пельмени я буду нарезать на своем любимом станке если станка нет соответственно разрезаем луковицу пополам и не прорезая до конца оставляя хвостик разрезаем потом на полоски примерно по 5 миллиметров затем разворачиваем луковицу и нарезаем поперек тоненько кубиками получается я одеваю луковицу на плоды держатель и вот такими легкими движениями вперед и на 45 градусов вперед 45 градусов такими легкими движениями нарезаю кубиками вот таким вот образом сейчас полностью нарежу луковицу затем покажу что делать лук я нарезала пока убираю в сторону он нам пригодится чуть позже далее нам необходимо на крупной терке натереть морковь вот такая стружка маркованная у нас с вами получается морковку я тоже натерла пойдемте к плите нам необходимо теперь лук и морковь обжарить на небольшом количестве растительного масла сковороду устанавливаем на плиту зажигаем максимальный огонь отправляем сковороду буквально две столовые ложки растительного масла ждем когда масло прогреется масло у нас прогрелась в сковороду отправляем лук постоянно перемешивая обжариваем лук до золотистого цвета лук я обжарила до золотистого цвета сковороду отправляем морковь хорошо перемешивая обжариваем морковь до готовности морковь я обжарила до готовности отключаем газ и на этом этапе солим по вкусу буквально 3 чайной ложки соли я кладу и перчим тоже по вкусу буквально на кончике чайной ложки все хорошо перемешиваем также на этом этапе к моркови отправляем два зубчика чеснока и опять все хорошо перемешиваем все морковная начинка у нас с вами готова пусть пока немножко остынет а мы пойдемте займемся яйцами зеленью и рыбой итак друзья беру чашку в которую буду натирать яйца на крупной терке яйца я уже очистила они у меня остыли яйца натерла дальше сюда же к яйцам натираю на этой же самой крупной терке сыр сыр я тоже натерла вместе с яйцами вот так их перемешиваем это одна из наших начинок вторая начинка у нас с вами готова пока убираю в сторону далее на очереди у нас тунец скрываем банки содержимое банки отправляем в чашку смотрите первую банку тунца я отправила прям с маслом вот так хорошо разминаем со второй банкой поступаем точно также небольшое количество масла я вылила чтобы сильно жидким не оказался у меня тунец отправляем тоже в чашку и при помощи вилки вот так разминаем прям с маслечком чтобы все это было не сильно сухим что касается масло смотрите у каждого в банке будет определенное количество масла ориентируйтесь именно на те консервы которые у вас будут консистенция мяса рыбы консистенция рыбы должна получится вот такая не сильно чтобы было жидко и не сильно чтобы было сухо я использовала рыбу из двух банок но масло я налила сюда только полторы порции так хорошо разминаем превращаем в волокна нашу рыбу все друзья 3 рыбная начинка у нас с вами готова убираем ее пока в сторону и нам с вами осталось только нарезать зелень от петрушки я вот эти вот палочковые части удаляю выкидываю все остальное мелко нарезаю все друзья зелень я тоже нарезала можно собирать наш торт берем тарелку в которой будем собирать наш торт возвращаемся к нашим замечательным и уже остывшим коржам смотрите коржи какие рассыпчатые так приминаем берем корж на дно укладываем корж вот так приминаем слегка для удобства использования майонез я переложила в кондитерский мешок кончик буквально два три миллиметра отрезаю и смазываю тортик сеточкой из майонеза далее берем обжаренный лук и морковь делим на две части что обжарили и половину выкладываем на наш корж равномерно все распределяем далее укладываем следующий корж слегка вот так придавливаем снова смазываем майонезом выкладываем половину порции тунца и распределяем также равномерно тунец я равномерно распределила дальше посыпаем тунец зеленью опять-таки половину порции зелени сейчас нам надо использовать потому что половина нам потребуется чуть позже когда мы будем повторять слои вот такая друзья красота и вкуснота получается дальше укладываем следующий слой при необходимости придавливаем вот так следующий слой снова смазываем сеточкой майонеза если образовываются вот такие крошечки ничего страшного в любом случае торт когда полностью у нас пропитается никто этого не заметит поэтому сейчас собираем так как получается придавливаем и не боимся далее следующим слоем у нас идет половина сырной яичной смеси все опять равномерно распределяем вот такая красота друзья получается а дальше мы с вами просто повторяем все слои майонез морковь дальше еще один корж майонез рыба дальше еще один корж майонез яично-сырная смесь таким образом собираем торт я его сейчас полностью соберу затем покажу что делать дальше все друзья все шесть коржей у меня собраны дальше делаем следующее дальше берем следующий корж и вот так его приминаем закрываем так сказать нашу давайте вот так сделаю он у меня немножко видите вот так чик посмотрите какая красота получается то есть все вот эти крошки сильно сильно сыпучие сюда снова смазываем майонезом прям хорошенько обильно бака тоже смазываем все майонезом все это дело размазываем при помощи ложки как будто финальным уже кремом покрываем все друзья тортик я везде со всех сторон обильно смазала майонезом вот края пока не затираю потому что еще будем крошкой посыпать все это дело возвращаемся к двум оставшимся коржам 6 коржей у нас были со слоями 3 был финальный как вы помните и 2 коржа у нас остались из этих коржей вот таким вот образом делаем крошку точно также поступаем со вторым коржом все друзья крошка у нас с вами готовы и нам осталось только все этой крошкой засыпать наш торт пока гости его не попробуют никто и не узнает что этот торт именно закусочный они обычные стандартные наш классический наполеон ну что друзья посмотрите вот такой красавец торт у нас с вами получился теперь ему обязательно необходимо постоять в холодильнике и пропитаться минимум на 2-3 часа отправляем но в моем случае я отправляю его на ночь завтра мы вместе с вами его разрежем и продегустируем на нашем мог банк канале ну что друзья ночь прошла торт у меня настоялся барабанная дробь давайте разрезать и смотреть что у нас получилось внутри друзья вау это восторг вы только посмотрите какая красота и вкуснота свинки уже текут всех с наступающим новым годом ну а мы бежим с алексеем пробовать всю эту вкуснятину на нашем мог банк канале куда мы у вас всех и приглашаем ссылка как всегда внизу в описании под этим видео но это видео если вам понравилось ставьте мне пожалуйста пальчики вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова